Теорема Вунтербарта Пречь идет об арифметических прогрессиях Давайте сначала Арифметические прогрессии Арифметическая прогрессия Длины К Чтобы была длина К Нужно из К вычислить Арифметическая прогрессия Длины К Ну, если мы хотим Рассуждать про арифметические прогрессии Нужно сначала отметить натуральные числа Прогрессия очень много И не возьмем Очень много Герема Древарду говорит нам следующее Предположим, что натуральные числа Раскрашиваем в два цвета Пока будет два цвета Черный и белый Натуральные числа плюс раскрашение Скажем, черный И белый цвет Спрашивается Ну вот в натуральных числах Прогрессии много А вот верно ли, что Как бы я не раскрашивал натуральные числа Я найду арифметическую прогрессию Которая будет одноцветная То есть все элементы Либо черные, либо белые Длиной Ну вот Ну вот Любой вообще-то Длиной И вот теория Вандервардена говорит, что это верно Что мало того, что натуральные прогрессии много Но вот ее Одноцветных прогрессий тоже Значит, всегда я обнаружил Одноцветная Прогрессия Или еще бы автоматическая Одноцветная Одноцветная Прогрессия Или еще бы автоматическая Ну, на формальном языке Предположим, что натуральные числа у нас Что значит раскрашены? Это просто разбиты на два множества Черный и белый Черный и белый Черный и белый Два множества Которые, значит, что? В объединении есть все натуральные числа И не пресекаются Отсюда С Нет, не пресекаются Отсюда Либо 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 Черное Либо Тут еще должно быть К, да? Длина будущей прогрессии Значит, либо Черное множество что-либо белое, содержит прогрессию дубной карты. Вот такая теорема Вандерварда. Ну, на самом деле, Вандерварда доказала чуть более общий факт, когда два цвета заменяются на произвольное число цветов. Пусть у меня R разбито... Ну, тут уже черно-белое плохо говорит, да? Давайте C1, Cm. Значит, C жидкое и безветает. К, произвольное разбиение натуральных чисел на цвета, раскраска в М-цветовку отсюда, существует цвет, то есть множество такой цвет, содержащие алифметическую прогрессию дубной штуки. В чем здесь аддитивность наблюдается? Можно ли такое же утверждение для произвольных множеств формулировать? Ну, непонятно, что такое вот шаг вообще в прогрессии для произвольных множеств. Вот, поэтому эта теорема тоже предмет аддитивной кандидатуры. Но если еще более ябленно писать, давайте рассмотрим случай арифметических прогрессий длины 3. Что такое арифметическая прогрессия длины 3? Ну, это просто-напросто решение вот такого уравнения. x плюс y равно 2z, правильно? Вот, если мы переписали, значит, z равно x плюс y вполагу, ну, то есть у меня вот x, y, а z посередине. Да? И вот теорема Вандервардена для арифметических прогрессий длины 3 говорит нам, что как бы мы не раскрашивали натуральные числа, сколь угодно, много цветов, ну, конечно, число, тем не менее, у этого уравнения есть монохроматическое решение. У него и так есть решение, так. 1, 3, 2. Но вот требуется, чтобы x, y и z были одного и того же цвета. Понятно, да? Вот. Ну, вот вам тут плюс. Непонятно только, почему именно вот такие уравнения нас интересуют. Например, почему бы не рассмотреть с x плюс y равно за 50 и 2. Верно ли, что как бы я не раскрашивал натуральные числа в конечное число цветов, я найду монохроматическое решение и у этого уравнения? Это тоже верно. Это теорема Шура. 1916 год. Он доказал этот результат для своих исследований по теореме Ферман. Давайте я его четко сформулирую. Значит, пусть r разбивается на конечное число цветов, отсюда уравнение x плюс y и равно z имеет одноцветное решение. хорошо. Хорошо. История развивалась следующим образом. В 1969 году Семериди доказал гораздо более сильный факт, который сильнее теоремы Вандер-Ванга. И здесь нам уже понадобится плотность множества. Он доказал следующую вещь. Теперь у нас нет для них раскрасок, а имеется бесконечное множество. Такое, что его натуральная плотность положительная. Тогда вот это множество А содержит опять числом К задаться тогда А содержит арифметическую прогрессию длины К. То есть, если в натуральных числах у нас есть множество, которое имеет плотность одну миллионовую проценту все равно оно невинуемо содержит прогрессию любой длины. Кстати, вот тут упражнение. Любой длины она содержит, а вот бесконечная содержит длины. Доказать, что бесконечной длины не содержит. Принести пример. Так можно в связи с тем, что может не содержать. Пример А не содержит прогрессию бесконечной длины. Почему же эта теорема сильнее, чем теорема Вандербарда? Давайте такое утверждение. Теорема Семереди ведет теорему Вандербарда. Почему это гораздо более сильный факт? Ну, смотрите. У меня есть натуральные числа и они разбиты на М цветов. Покрашены в М цветов. Да? Я утверждаю, что один из цветов имеет положительную плотность. Но действительно, плотность всех натуральных чисел равна единице. Правильно? плотность натуральных чисел равна единице. А теперь можно доказать, что плотность объединения такого, непресекающегося, она уж вот так не больше, не больше, чем сумма бутностей С1С. Ну, почему? Ну, очень просто. Смотрите. Вот распишем, что такое плотность. Мы берем натуральные щитки, слайдно? пересекаем их с отрезком длины, делим на ряду. Это, разумеется, единиется при любых н. Тут беспорно, да? С другой стороны, мы вспоминаем, что натуральные числа у нас раскрашены в конечное число цветов, и значит, можно написать так, что это количество элементов первого цвета в отрезке 1 на n поделить на n плюс количество второго цвета в отрезке 1 на n поделить на n и так далее. Ну, и все. Здесь вот плотности и табло. Все, понятно, да? ТАХ! Цветов у нас конечное число. И сумма плотностей равна не меньше единицы. Значит, есть цвет, у которого плотность 1 мт. Правильно? Дойдется. Цвет плотности не менее 1 мт. Это больше нуля. И значит, по теории Семереди этот цвет содержит прогрессию но вот длины как. Все. То есть, в чем сила теоремы Семереди? Она вообще не рассматривает всю эту раскраску. Она берет самый такой популярный цвет. Цвет, в котором раскрашено больше всего. В смысле плотности. И все. А про остальные вообще забывают. Да? Ну, конечно, это сильнее. Мы вообще про все забыли, работаем с одним новым. Ну, вот мы информация указает, что Семереди влечет в интервью. Теорема Семереди это сложный очень факт комбинаторный. Доказательство его занимает примерно 50 страниц. И начинается оно с графа доказательства. То есть, там порядка 30 лемных утверждений. Вот. Значит, вот они изображены какими-то точками. и граф доказательства говорит, что еще он утекает. Ну, это там вот такой вот запутанный там все долго включить. Даже формально проверить, что значит просто логически, если все верно, то получать Семереди это некая работа. Вот, собственно, вызов аддитивной комбинаторики получить все-таки понятное, простое доказательство вот этого факта. Почему множество положительной плотности содержит прогрессию? Так вот, на пальцах меня нет. Давайте еще одну вещь заметим. Интересно, вот теорема Семереди обречет теорему Вандербарова. А вот если какой-то аналог теоремы Шура верно ли, что произвольное множество положительной плотности содержит решение вот этого уравнения? Вот с двойкой содержит, а вот без двойки содержит не так. Вот можно ли придумать множество, которое имеет положительную плотность, но решение х плюс у на з в нем нет? Все нечетные числа. Нечетные числа. У нечетных чисел плотность одна вторая положительная, а тем не менее решение вот этого уравнения отсутствует. теорема Сибиридия только для теоремы Вандербарма верна. Между прочим, если множество плотности больше одной второй, никакого нечетных чуть-чуть больше. У него уже будет решение этого . поэтому учетные числа такого граничного нечетных окей.